Воскресенье Вы говорили о собирании земель и как можете прокомментировать у ситуации, которая озвaneла на Москва Украине. И второй вопрос об Андрея Тсfle del Judeo. Известно, что это миссионерия, но в данный момент случилась какая-то оказия, он стал непубличным человеком. И что вы можете прокомментировать? Я начну с второго вопроса. Я не могу говорить что-то об отец Андрея Кураева. Он мой научный руководитель. Когда я писал в Академии диплом, об отец Андрея, как говорится, яйцо говорится в обществе. И я не пытаюсь оценок, даже теми его действиям, что мы делаем не то, что мы сознатель, но мы его что-то не понимаем, потому что он был, остается, но я должен был водитель. А если говорить о событиях на Украине, я думаю, что чем меньше мы будем обращать внимания на эти события, тем мы не можем. Потому что мы не можем с нашей позиции решать украинские вопросы. Это как еврейский вопрос, что она интересует русских. И я когда был на собрании патриотов, они подумали еврейский вопрос, я говорю, ребята, когда начнется заниматься русским вопросом? Почему же время еврейский, еврейский вопрос? Ситуация по крайней мере сложная. Почему? Потому что нету одной Украины. К сожалению, есть три Украины. Это западная Украина, это восточная Украина и Киев. Это не западный восточный, что-то такое, а осознанное такое. Меня, конечно, очень волнует ситуация с церковью в Украине. И есть такой интересный исторический пример. Вы знаете, друзья, что в XIX веке в Японии трудами святителя Николая Касаткина возникла японская церковь православная. Десятки тысяч людей. Священники японцы, монахи японцы, дети, ученики воскресных школ. И вдруг начинается русско-японское время. Все японцы собираются к святителю Николаю Касаткину, спрашивают, а что там здесь? В Московской войне, оказывается, в этот момент на стол японского императора положили копию указа о полном уничтожении православия. Полное уничтожение. Уничтожение священников, уничтожение преподаваций, скидзазов полное. Они ждали первые действия со стороны Николая Касаткина. И вот святитель Николай, когда собрались в хрон-клево-японцы, он ему говорит, «Бог создал весь род человеческий от одной крови, и каждому народу положил пределы обитания». Это цитата из книги «Деяния апостола». И он говорит, «Я вас благославляю молиться за победу японского императора, служить в японской армии, воевать с русскими. Но так как я сам русский, на время этой войны я удаляюсь за тут и буду молиться о мире между великим японским и великим русским народом». И когда русскому императору доложили, что он объявил святителя Николая, церковь была спасена. И император принял указ, он оценил такую принципиальную позицию святителя Николая. «Действительно, мы родину не выбираем, мы нацию не выбираем. А что такое, твоя страна, твоя нация?» Это грабить соответственность отчерчиваемого Бога, сейчас его замысел относительно тебя. И император в Японии, его часть императора, принципиальную позицию, и он дал приказ охранять каждый православный храм, охранять каждую воскресенье школу, охранять каждый монастырь. И около каждого храма, любое другое учреждение православное, стоял полицейский с бамбуковой палкой, и всех там нежелающих присутствия православных японцев там гонял этой палкой, это хорошо мало нам покажется. А когда в войне-то мы проиграли русские японские, многие русские храмы и белорусы оказались в плену в Японии. И как раз японские священники православные занимаются кормлением этих людей, а японские верующие, они заботливо ухаживали за этими людьми. Когда бы они кончились, святитель Николай смог уже как бы вновь легализовать свое служение. Проблема заключается в том, с элегежной точки зрения, границы церкви и границы государства они не всегда спалят. И если мы как христиане об этом забываем, то я не уверен, что это станет без последствий. И в такой ситуации мы должны взвешивать буквально как раз мы. И когда мы будем задавать такие вопросы, неважно, простые вы люди или вы что-то представляете, вспомните, уважаемый святитель Николай Писаткин, как он должен был поступить в этой ситуации. И у нас тут записок много. Скажите, пожалуйста, если Бог создал небо и землю, откуда возник сам Бог? Друзья, если мы говорим о первопричине, то первопричина без сомнения не может иметь причины для себя. Об этом написал в Москве, Аквинский об этом писал. «Ибо если первопричина имеет причину для себя, она не первопричина». А что это первопричина? Был такой миф, что материя существует вечно. Но такое могли говорить люди в 19 веке. Но не после открытия Альберта Крюшкина. Сознатель ситуации резко изменилась, и ни один уважающийся ученый не скажет, что материя вечно. Любой ученый скажет, что есть вещества, которые расстабляются, переходят в другое состояние. Ну, например, теплообмен. Каждая звезда выделяет некое тепло. Если бы вечно так, что существовало, то теплообмен давно уже завершился. И все было в такой температуре. Каждый тесно было бы тепло другому, что жизнь вообще была бы невозможна. Или распад веществ и другие вещества. Ну, свинца были как минимум. И, так сказать, это вреда других элементов, которые постоянно находятся в состоянии никакого самораспада. Поэтому ученые предложили теорию «взрыв», «великого взрыва». Это, как оказалось, выход из ситуации. Я не говорю, что вещество материи было столь плотное, что можно сказать, что мы видим. То есть язык на них не поворачивался сказать, что Бог создал бытие из небытия. Но вот они говорят, она такая была сверхплотная, что как бы и некуда. Вы знаете, мифотворство ученого нам иногда поражает. Но когда вас ставят перед каким-то научным фактором, который вас смущает, задайте себе вопрос. А как к современной науке будет относиться через 500 лет? Зачем через 500? А как будет через 100 лет относиться к современной науке? А как вы относитесь к средовековым науке? А как вы относитесь к астрономическим представлениям антиститута людей и так далее? Наука слишком подвижна. Каждое новое открытие научное опровергается в той же степени все, что было известно до этого. Это слишком подвижная такая структура, чтобы в нее операться. То, что называлось из-за научных знаний. А вот вера, без веры прошлого в жизни нет. Если бы жизнь строилась только на фундаменте знаний, то ничего же не было. Вы выходите из дома, за хребом. Почему? Вы верите, что вы вернетесь. А вы это знаете? Нет, вы это не знаете. Вы отправляетесь на самолете отдыхать в Египет. Нет, в Крым, в новое направление. А вы знаете, что вы куда-то летите? Нет, не знаете. Вы верите. Мари-палавротер управляет на корабле, путешествует. Он верит, что вы вернетесь. Вера – это двигатель жизни, это двигатель прогресса. Любое научное открытие начинается с гипотезы, которую воспринимают на веру. И потом через какие-то опыты оберегаются, как это или нет. Таким образом, если бы человек не получился только знанием, то жизнь просто остановится. Вы отпускаете самое дорогое, что у вас есть, ребенка в школу. Вы верите, что он вернетесь в этом планете. Поэтому, когда мы говорим о знании и о вере, так вот то, что называется знанием, это слишком так вот зыбка неопределённая. И не можно распространяться на всех этих жизней человек. Если бы мы не удалось, это только бы знанием, это был бы регресс, полная остановка. В начале марта в Стамбуле принято решение в 2016 году провести Великий и Всемирный Православный Собор, для чего он нужен и вообще нужен дом. Друзья, мы знаем, что было 7 Севятных Соборов. Но мало кто знает, что были Костинопольские Соборы, после Вселенских Соборов в Стамбуле, которые назывались Великими, которые назывались Святыми, которые назывались Всевятовославными. Как так они назывались? Они только Вселенские не назывались. И каждый раз, когда созывался какой-то Собор, ну был Собор по поводу того, как относиться к мусульманам. Бог их и наш Бог одно лет и то же. И вот было там решение. А были Соборы, которые решали вопросы с которыми, как к ним относиться. И вот самая идентификация участников Соборов, они вот так вот и говорили, что это Великий Собор, это Святой Собор, это все Православные Соборы. Но, кстати, были и уже Соборы, связанные с Константинополем, это Флорентийская уния, сущение предательства обстоятельств с католиками. Но разбойничьи Соборы, они не получают поддержку в народе. А Соборы, которые принимают действительно только православные решения, этими решениями мы руководствуемся, в том числе и посетневными Соборными Жениями, здесь и с Богом. И это не только Сибирьский Собор, это Собор и после Вселенной. Но они не имеют уже статуса Вселенского. Оправдываете ли вы возникновение протестантизма на Западе? Вы знаете, протестантизм вымирает. Вот католицизм более жилье оказался. Почему? Католики запрещают аборты, католическая церковь практически невозможна развестись мужу с женой, а жене с мужу практически по дому. И вот только исходя из такой принципиальной позиции, в Германии, где протестанты были в большинстве, сейчас они ушли в меньшинство. Больше становится немцев как-то другим. А число протестантов сокращается и в связи с тем, что они регрессуют гомосексуальные браки, где там люди уже не стыдятся никаких отношений. То есть сейчас Западный мир, это суицидальный мир, это вымирающий мир. И глина протестантизма, она может быть всегда так. Потому что то, к чему они пришли, то есть то, что они докатились, это оказалось больше никуда. Потому что отказ от традиций, это самое страшное, что может произойти. А католики, когда они сохранили святотическое наследие, несмотря на неточности с точки зрения Богославии, целого ряда догматических аспектов, святотицы, скажем так, и каноны, которые они признают, признают, чем они для собой, еще и хвотеки не сохранили. И в Америке, кстати, их становится больше. Просто численно. У них детей растается больше, больше, больше. Развестись невозможно. Значит, женщины, вступая в брак, в католической семье, она не боится, что муж ее бросит. А если она не боится, заражает детей. А протестантская женщина, она боится. Потому что там уже протестантов, у них не брак, у них соглашение партнеров, партнерское соглашение, подписывание. Вот ощущение таинства у нас и у католиков, и у православных, и у католиков, венчание таинства. Это то, что Бог сочетал, человек имеет право разделения. И вот только из-за этого, из-за таких, казалось бы, моментов, внешний доколкунт незначительный. Одна церковь, как будто бы никуда, у другой есть надежда, что они переживут какое-то возрождение. Надо молиться, чтобы они отказались от того, что отделяет их православным миром. Они уже не используют никетсио-бранское символ веры, с филиоквией. Они сейчас используют только апостольское символ веры, или нет филиоквией. Сейчас присматриваются эти вопросы о примате папы. Спор идут. Ганс Клюх, такого было известных, где есть целый ряд интересных многослов, которые призывают законную церковь присмотреть отношения с греческой. А в чем сила православия? Мы сохраняем веру в Единой Церкви до 1054 года. После разделения церквей мы не вносили новых понятий. То есть вот вера в семи селенских соборов это наше великое преимущество. Даже там в Великий Константинопольский собор он еще не меняет. В селенских соборах эту веру мы должны оберегать. Это наше такое целое наследие. Если мы его сохраним, мы сможем помочь заблудшим западным христианам обрести фигматуру, оскорбление о Боге, обладать честивкой о жизни. Кстати, в Германии протестанты хоров поддержали от Духи Гитлера. А как у некоторых почерк сложно сказать. Может кто-то из бачек самоседует рядом, но может вот такие запитки если он будет читать. Возлюби ближнего своего как самого себя. Или возлюби ближнего или возлюби больше чем себя. Вот эти слова возлюби ближнего как самого себя это одно из золотых правил Евангелия. И одно отталкивается от других слов Христа, когда он сказал делайте другим все то, что вы сами себе желаете. В этом закон и пророке. А вот эта цитата она была взята Христом из слов Гелелия. Вашей веры если я буду стоять на одной ноге пока вот я не что. Гелееву погнал. То есть это Шамай Шамай и тогда этот Истин пошел Гелелию от Шамая и говорит Гелелию ты можешь мне объяснить суть всех законов если я буду стоять на одной ноге пока я стою на одной ноге. Гелелия говорит не делай другим того что ты сегодня желаешь. Так вот Христос вот эти слова не делай пассивные слова Он сделал их активными делай другим все то что ты сам себе желаешь. Потому что в христианстве грех это не просто не делать что-то. Помните как сказано если можешь делать добро вновь зависти и не делаешь это грех. То есть христианская нравственность она в том смысле наступательная мы не только от чего-то отказываемся мы и что-то требуем от себя и возлюбить ближнего как самого себя это как разлучает это правильно но известная заповедь око за око зуб за зуб тоже учила людей любить ближнего как самого себя как только эта заповедь око за око и зуб за зуб она научала человека в оке другого любить свое собственное руководство он снашил что он вышибет кому-то глаз и ему вышибет его на пас в зубе другого человека любить все собственное хру то есть закон он как детводитель по Христу даже те заповеди которые внешне выглядят как бы пройденным этапом на самом деле они выполняют свою определенную функцию он не хорошо я с Олегом вот и зацеподав вопросу о кризисе современных инцегезах например вы приводили кризис современные инцегезы о том Мы привозили, например, юдаистских полковатителей, обвалов. И, наверное, мы наблюдали, как современные люди делятся очень хорошо и очень живо отбывают писания. Так же юмортистанты не стесняются открывать писания для этого, чтобы полковать. Только мы, православные, все время смотрим назад. Так, где они пересидят, где, например, финансы осталось, они же брали себя висит только писания. Правильно. И, кстати, теперь много. В современности можем ли мы, хотя бы мы знаем, что в Библии много текстов по человеку нестолкованную, как выйти из этого кризиса и увидеть какие-то определенные, может быть, методы или, может быть, даже создания какого-то шмона? Спасибо. Вы знаете, христианская экзегеза древняя, она формировала экзегезу Талмуда. Талмуд – это где-то 5-6 века. Например, многие вот эти раввинистические комментарии, когда мы берем, мы читаем Раша, мы читаем Рамбана, Ибн Езру, других, эти комментарии взяты из святых отцов. Сейчас издается прекрасная серия книг из издательства «Гермена Евтика». Эта серия называется «Библейские комментарии отцов церкви и других учителей». Вышло уже 19 томов. Причем там даются комментарии вот именно классического периода христианской экзегезы – святых отцов и учителей церкви до 8 века. То есть когда церковь была вообще поединой. И будет всего, по-моему, 27 или там 30 томов на все послания Павла уже вышли книги, на Евангелие от Матфея, на Пятикнижие и так далее. Вот этот проект очень интересен. Если на евангельских кружках вы будете руководствоваться не каким-то наитием, а как ты чувствуешь, а как ты понимаешь, а может быть отключим мражу, отключим сердце. Вот такие харизматические примочки. Вот ни к чему хорошему не придет. А если мы будем с давлением относиться к святатическому осветию, это будет такая радостная встреча с тем же Святого Ростова, Василием Великим, Григорием Богословым. Я вот не представляю, как можно преподавать слово Божие, не опираясь на святых отцов. Есть заимствование святых отцов, мы находим даже в иудейской литературе, и они сами это признают, их авторы и исследователи пишут об этом. Если, например, взять такое произведение «Медраш раба», это огромное произведение, толкование книги Берешита, Пятия, читаешь, когда это есть толкование, видишь, у кого из отцов они это брали. Прямые цитации из Нового Завета и так далее. То есть наша традиция настолько самодостаточная, настолько богатая, что она восполняет другие традиции. Тот же ислам, если мы смотрим Тавсиры, Ибн Кассира, работы Бухари, то мы видим, вдруг слова Бусла Павла всплывают, вдруг тексты прямые. Например, в Коране мы находим историю о эфесских отроках, которые учнули в пещере, это жительный материал. Или огромное количество историй о Древней Марии, как ее кормили ангелы небесным хлебом, как она жила при храме и так далее. То есть наша традиция, она настолько сильна, что она оказывает влияние на людей, которые иногда даже заведомо враждебно к нам относятся. И я думаю, что для кружков по изучению слова Божьего совершенно необходимо обращать внимание сейчас на эту серию. Божьего, она доступна, вы можете войти в интернет, набрать в поисковой системе издательство «Гермен и Автека» и заказать себе вот эти 19 томов, которые уже вышли. И это обойдется для вас, эти 19 томов, где-то 5 тысяч, по-моему, с чем-то, не больше. Если будете в магазин покупать, это дороже. А если напрямую свои артисты издательства купите и потом будете следить, какие новые тома выходят, вот это удивительное собрание. Я могу вам предложить пример церковной экзегезы. Вот как мы можем текст видеть в более объемном виде, если мы его читаем вместе с святыми отцами. Я постараюсь побыстрее. Казахстан. Берите. Это родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаакой, Исаак родил Иаков, Иаков родил Иуда, и братьев его. Иуда родил Фореса и Завра от Фомари, Фореса родила Срома, и Сром родил Арама, а Рама родил Минадам. Но обычно когда читают родословные, это Евангелие от Матфея. Есть еще родословные Евангелие от Луки. То стараются побыстрее пропустить родословные и перейти по истовательному линию. И очень серьезно ошибаются. В родословиях содержатся великие духовные наставления. Но сами мы их выявить не можем. А святатическая традиция нам помогает это сделать. По родословному давайте зададим несколько вопросов. Первый. Почему Христос называется сын Давидом? Второй. Почему он называется сын Авраама? Третий. Почему в родословном есть имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту? Следующий вопрос. Почему родословное разделено на три части? От Враама до Давида 14 родов, от Давида до Вилона 14 родов, от Вилона до Креста 14 родов. И последний вопрос. Почему от Вилона до Креста 14 родов, находим только 13 родов, только 14 родов. Это так бегло. Вообще можно 20 вопросов по родословному. Почему именно на некоторых царей попали из родословного и так далее и так далее. Огромное количество вопросов. Я хочу просто показать красоту церковного экзегеза. Почему Иисус называется сыном Давида? А у Давида было несколько сыновей. А какой самый значительный сын? Соломон. А что сделал Соломон? Он построил храм. А зачем пришел Иисус? Как сын Давида, как новый Соломон, чтобы создать церковь. В 16 атмосфере я создам церковь, а ее брататы не доли ты. Толкование Блаженного Пустина. Почему он называется сын Авраама? У Авраама тоже был, кстати, сыновей достаточно. Не только Измайл и Исаак. У него Атхитура были дети еще. А какой сын обетования? В Исааке на все эти обетования. А какой самый значимый момент в жизни Исаака? Жертвоприношение Исаака. Когда Бог восстановил через ангела жертвоприношение Исаака, Бог сказал, что Он усмотрит для Себя агнец. И Иисус Христос это и был тот агнец, который усмотрел Бог. И Иоанн Креститель, когда увидел на Иордане Иисуса, Он сказал, вот агнец Божий, который берет на всякий мир. То есть тот, который усмотрел Бог. Поэтому он называется сыном Авраама. И так все понимали, что они все евреи. Об этом дальше однословно говорим. Почему даются имена четырех женщин, допустивших сексуальную нечтоту? Это надо очень хорошо знать Библию, чтобы найти такие имена. Почему тут нет имени праведной Сары, праведной Рахи, Ревейки? Какие тут имена? Рахав, проститутка из Иерихона. Фомарь, коровь смешей, естественно. Руфь, Мавитянка, в книге Второзаконие сказано, Мавитянин в десятом поколении войдет в народ Божий. Кстати, про бабку царя Давида. Бывший заубий, Версави, прелюбодеяние при Желомове. Зачем Матфей помещает только эти имена? Он хочет показать, что Христос приходит в этот мир спасать не праведных, а грешных. Женщина, по-еврейски Хава, имя первой женщины, это от слова Хая, жизнь. То есть женщина – это источник жизни. И Матфей таким образом показывает, что вот этот источник крови, родословия, он был замутнен вот этими сложными судьбами женскими. А какое значение для нас? Если по человечеству Христос вышел из этого источника, а по божеству вошел в него, это значит, что он не погнушается моей и твоей самотненностью. Сможет войти в жизнь каждого из нас. Ибо, скажем, Христос сюда и веки тоже. Прекрасная строковая. Золотовушка. Дальше. Родословное разделено на три части. От Авраам до Давида 14 родов, от Давида до Вилона до 16 родов, от Вилона до Христа до 16 родов. Зачем? Золотовушка пишет. Кстати, по украинскому вопросу. Золотовушка пишет. Это сделано для того, чтобы люди раз и не всегда поняли. С переменой правления они лучше не становятся. Время от Авраама до Давида общинно-родовой, патриархальный или националистический период. Время от Давида до Вилона монархический. Управление царей. Время от Вилона до Христа двукратия, трикратия. Или, как сейчас сказали, период политического плюрализма. Был и общинно-родовой период, монархический и политического плюрализма. И все равно Христу пришлось предъявлять этого мира. Потому что с переменой правлениями лучше становятся. Это тоже золотовушка. Сказано от Вавилона до Христа 14 родов. Считаем, мы будем только 13 лет. Кто 14? 14 и сам Христос. Когда мы православно крестимся, мы так слагаем дверсты. Три соединенные к верту. Православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Дух Святаго. Два примутых книжек православных исповедуют нашу веру в то, что Иисус Христос пришел на землю как истинный Бог, как истинный человек. Он и есть 14-й. Он настолько соединился с нами, что стал частью своего собственного родословия. По человечеству он входит из него. А по божеству входит в него. Люди могут говорить о красоте какого-то толкования, какого-то протестант, только в том случае, если они не владеют церковной экзогезой. Это бледно все выглядит, когда читаешь вот эти протестантские брошюрки, журнальчики, сектанты какие-то. Это, собственно говоря, это на уровне эмоций, романтизм один, романтизм. Всякие там дамочки пишут, комментарии к Библии, всякие деятели. Это несравнимо с богословским наследием экзогетическим. И в связи с этим, хочется слова Ирины Ильонского вспомнить. Он говорил, зачем искать истину на стороне, если в церкви, как в огромном океане сокровища, мы можем все это найти. Возьмите вот этот дом, вот этой экзогезы на послание к римлянам. Прочитайте это, если здесь есть протестанты или кто-то еще там, баптисты. Вы по-новому откройте для себя послание к римлянам. И любой текст, который читается вместе со святыми отцами, это не просто с каким-то дядей встретиться, он тебе что-то объяснит. Нам нужен микрофон сюда, потому что записки больше будет зачитывать, а я отвечу. Что делать? Отец Олег, если я открою брак, ушел из православия и обратился к адвентизму. Ну, по-первых, мне надо прерывать отношения с людьми другими верой, потому что нас сто тем более обязывает. Потом мы имеем наставление святых отцов. Например, Иоанн Слатоуст говорил, еретические догматы мы испепеляем огнем веры. Самих еретиков любим, как немощных братьев поступившихся. И стараемся всячески вернуть их назад. Также Златоуст в слове о статуях, это первая статуя была, это слово проклятие. А в слове о статуях он пишет, обращаясь к тем православным, которые говорили, у меня нет ничего общего с еретиками, с сектантами. Златоуст пишет слово о статуях, и не говори мне таких жестоких слов, что у тебя нет с ними ничего общего. Ничего общего у нас нет только с дьяволом. С каждым же человеком, населяющим эту землю, мы имеем даже очень много общего. Мы питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, который посылает на законы. Поэтому не говори, что у тебя нет с ними ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. И ниже саталов пишет, если в городе осел упадет в яму, все бросаются его на немае. Еретик тот же осел, помоги ему добрым словом, примером, заботливым участием. Если в городе найдется 10 православных христиан, которые по духу роман Иисуса заблудшат, то скоро весь город станет православным. То есть на самом деле православная проповедь, она исключает какую-то агрессию к людям, которые не в нашей вере. Может быть мы оттолкнули этих людей, может быть тот образ православия, который мы и великим людям, он был очень соответствующий, скажем так, оригиналу. Может быть икона нашей жизни слишком покрыта копотью, грязью, пылью, нам надо самих себя реставрировать, чтобы показать всю красоту, красок нашей святой веры, торжество духовного космоса. Кстати, по-гречески космос, это означает красота. Мы, кстати, обязаны молиться за таких людей. В утреннем правиле есть слова, отступивших веро-православных, погибель, имели смерть, слепленных, светлый труд познаний, посвятить, и в святей Твоей собор на космосской церкви причти. И когда мы в храме можем соединение всех христиан, мы тоже надеемся, что рано или поздно мы будем вместе с теми нашими братьями в той стране. Они почему наши братья? 90% сектантов в России это люди, которые в детстве были крещены в Новославии. Это наши офисы, которые разбежались от нас. А почему офисы разбежались? Вот себя надо спросить, наверное, почему такое происходит. И я думаю, если мы изменимся, то изменится отношение к нам. И святые отцы выразили это словами «спасись сам, а у тебя спасутся тысяч». Скажите, пожалуйста, вам нужно читать весь завет без благословения или, например, на специальное благословение и использовать в храме? Ну, во-первых, сердце Ветхого Завета – это псалтырь. Псалтырь мы читаем в одном случае. В псалмы входят в правила, в утренние правила, в псалмы, в других мертвых правил, в канонах предпричастия, мы находим в псалмы Давида. А премии тексты из Ветхого Завета читаются за каждым крупным циклонным дослужением. На Пасху, наверное, слышали, на Беремии, на Крещении читались премии тексты из книги «Исход», из других книг Ветхого Завета. Апостолы писали, что всё Писание полезно для научения, для наставления вере. И правильно делают те, которые обращаются к Слову Божию. Мы не должны делить Писание вот так вот, огульно, на Ветхий Новый Завет. Чем отличается Ветхий Завет от Нового? Если вот очень коротко говорить, Ветхий Завет рассказывает о том, что Бог хочет от нас. Как вы можете не изучать Ветхий Завет? А Новый Завет? Новый Завет рассказывает нам о том, что Бог сделал для нас. Ну понятно, что же не с измерения вещей, правильно? То, что мы можем сделать для Бога, и то, что он сделает для нас. Поэтому Златоуст и говорил, что как небо отстоит выше земли, так Новый Завет выше Ветхого. Но если Бог что-то сделал для тебя, это хорошая мотивация начать что-то делать для Бога. А любящий Господь, скажем, весьма за. И Закон Божий познается, мы открываем, вот читаем Пятикнижие Моисея. В Евангелии мы находим много комментариев, лично Иисус Христа. К целым, вот, законодательным, важным, галактическим принципам. То есть мы постигаем этот текст в свете Нового Заветного Откровения. И святые отцы дают нам такие удивительные столкования. Вот, например, книга Левит, казалось бы, кошерка закон для христианина уже не имеет смысла. И Кирилл Иерусалимский, по-моему, дает истолкование. Почему сказано, что если рыба не имеет перьев, имеется в виду, который не плавает с этими своими плавниками, эту рыбу нельзя вкушать, она нечиста. Рыба без перьев – это христианин, который не может выбраться из глубины своих грехов, подпрыгнуть над водой, пролететь хотя бы немножко и опять упасть вот в воду. Это христианин, который всю жизнь, как уголь грязный, ползает внизу. Это не чистые состояния, а с перьями, с плавниками, подымись, воспрямь, подпрыгни. И вот когда читающих такие объяснения отцов, очень часто по отношению к предсказательным текстам дается именно аллегорическое столкование. Кстати, есть у вас сайт, называется «Азбука веры». Рекомендую, там вымешана моя лекция в текстовом формате и в формате аудио на книгу исхода. Тому я объясняю закону Моисея. Например, закон о подливом быке. Представьте себе ради Радонеж, я обращаюсь ко всем в эфире. Это очень актуальный закон для россиян, закон о подливом быке. В нашей ситуации это закон о собаке без намордника, который вывели на улицу, и хозяин знал, что вчера третьего дня она была кусачья, и он сам не одел на нее намордник. Ну, видите, как это актуально. Вот таких подробностей мы не можем найти, например, в Новозаветное доставление. Почему? А потому что Новозаветное доставление предполагает знание закона Божьего. Иисус прямо говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить Библию Иисуса Христа и Библию апостола. Это Ветхий Завет. Они читали закон, они читали пророков, они читали писания. Новый Завет становится собранным в один свод где-то в третьем веке. А в древности, в лучшем случае, коринфяне имели два послания. Первый коринфяне, второе. Римская церковь могла иметь послание к римлянам и Евангелия от Марка. Палестинская церковь имела одно Евангелие от Матфея. А также вот вместе собрали. И возьмите вот толковую Библию православную. У нас на Ветхий Завет два тома, но новый один. Почему? Во-первых, объем больше Ветхого Завета. А потом действительно, понятия без истолкования святых отцов, чтобы христианское назидание получить, мы практически не смогли. Поэтому читатели вместе с святыми отцами, я в своих лекциях на книгу Исхода и очень много комментариев отцов, объясняют подробное строение скини походной, почему что-то брусьев было, и по толкованиям отцов. Когда вы прочтете этот материал, увидите эти истолкования отцов, вы спрошены. Оказывается, каждый брус скини описан, зачем и почему. Каждый покрывал и описан, зачем и почему. То есть, отцы всему дали объяснение. Всеми смешники и так далее. Мы не знаем, как люди умирают. Есть такая прекрасная повесть Ивана Николаевича Толстого, «Смерть Ивана Ильича». Там вот описывается немножко жизнь этого человека, но главное описывается его смерть. И вот, когда он вешал картину, он вдруг упал и ушиб Бога. Пошел к врачу, врач говорит, блуждающая почка. И врач говорит, ты долго не проживешь. И этот человек, крупный, юридический такой, серьезный человек, и какая-то блуждающая почка, и он должен из-за этого умереть. И он заран в могилу. И он испытывает ужасные муки. Восточный грамотно описал ситуацию. И только на смертом Андрея он вдруг понимает, что смысл жизни не в этой должности, которую он занимал, не в том, какой уважаемый он был человек, а в том, что все-таки есть Бог, который испытывает нас и через трудности, и через страдания. И Толстой очень интересно оканчивает эту повесть. Но он не смог этой радости вообще, встречи с Богом, поделиться с ближними. Потому что от Бога он уже не мог говорить. То есть мы не знаем, как это умирает. Какие мысли, какие чувства мы в самый последний момент. В моей семье был случай, когда Баптийска спасла умирающую мою дальнюю родственницу. Жили две женщины в коммуналке. Моя родственница Дания и ее подруга Баптийска. И вот моя родственница стала умирать. И не знает, что делать. Баптист, конечно, керцесторопный, вы знаете. Она подскакивает к моей родственнице и говорит, «Ты что, умираешь?» Она говорит, да. «Да что ж ты в глазах отморкаешь? Молись!» «Как? Ну как всегда молишься?» Она начала креститься. Баптист говорит, что тебе помочь? Что, чего еще? Она говорит, да нет, крест. Она крест подала ей. «Молись, молись!» «А как?» «Ну, видите, значит, молиться, так и молись!» И потом, когда она умерла, она слышала все это Баптийска. Я лично ее Богу дали. Что она вот такую расторопность проявила. И крест дала даже моей умирающей родственнице. Пути наступные не исповедили. Только на сути страшно. Мы узнали, успел еще примириться с церковью Христа, решить вопрос своих грехов или нет. Это та нескравильная. А родство, опять же, это. В церкви мы не можем поменять таких людей, потому что мы точно уверены, что они обрели мир с братьями и сестрами по церкви. Но дома, разводы, я думаю, читайте Псалтырия, это, кстати, вот называемая книга. Она появилась еще в дуло, в Виталийной церкви. И пусть эти слова Псалтырия как бы влагаются в устают ее суши. Ибо мертвые себя молиться не могут, они нуждаются в молитву жизни. Кстати, тоже средневековый тезис. Еще? Какие меры принимаются на Библии Крачеве и не могут идти десяток на территории? Друзья, я ни с какими сектами не воюю. Немножко из путали и туда попали. Я вообще стараюсь помогать лучшим людям. И никаких мер, кроме библейских, я никогда не предпринимаю. Я говорю Библию, прихожу на собрание, если не приглашают. И предлагаю, вот Библия. Давайте только по описанию рассмотрим любой вопрос. Икон почитания, крещение младенца, молитвы святых. Пожалуйста, форму креста. Только по описанию. И вот есть диспуты. Например, в интернете в Яндексе можно набрать диспут с харизматикой. Вот православная работа среди этих людей. Там были со стороны харизматиков официальные представители Санды и Аталаджи, официальные представители Алексея Витяева, три пастора были. А со стороны православных был я и Роман Михайловский, преподаватель святоведения и творчества главы. В диспуте мы выбрали три темы. Предание писания, икону почитания и тема о церкви. Вот это нормальная форма противостояния, чувство заблуждения. Когда не огрешен, как он проявляет, а именно по описанию говорим. Вот этим сторонникам агрессивных методов я хочу рассказать случай, который произошел с Макарием Великим. Однажды Макарий Великий, это рассказывается в его житие, пошел помолиться в храм на горе. И он шел со своим человеком, который был молодой монахом. Они несли траву. И молодой побежал вперед. А Макарий Сталин и он отстал. И вот этот молодой монах бежит к храму на горе, а на его пути жрец языческого идола Педала. Монах его увидел, стал говорить, а, порождение дьявола, куда ты бежишь, там, камнями швыряться можно начать. Жрец положил свои трава, даже в приношениях он бежал, избил до полу смерти монаха, побежал дальше. Бежит жрец, а тут как раз Ава, пожилой Макарий, поднимается. Ава Макария увидела, физического жреца. Макарий был прозорливый человек, посмотрел на него и говорит, не утрудился ли ты, не устал ли ты, посиди тут немножко со мною, для того ли ты трудишься. А жрец был так поражен, христианин гоняли со всех сторон. И он говорит Макария, что ты такой добрый? Вот я сейчас встретил христианина, он прибил, он на меня жрал, шумел, кричал, а вот ты такой добрый, забот забот не проявляешь. И прошел над любовью, Ава Макария, его добрыми словами, этот жрец сказал, вот таким я хочу быть христианином, я хочу христианином. И они с Макариями пошли в храм на горе, подобрались бы туда монаха, принесли его в храм, к немалому удивлению братьев, которые ненавидели этого жреца, может, повредили ему. И вот там, когда совершили крещение, Ава Макария произносит слова, которые должны быть настоящим девизом каждого миссионера этого слова. Запомните их. Худое слово делает доброго человека худым, равное, как и доброе слово делает худого человека добрым. И апостол Павел на случай, что миссионер должен быть для людей, как иудеи, для елины, как и елины, для беззаконных, как беззаконных, сами чувства, законных пред Христом, но для всех все, да, привлечь ко Христу. Как вы оцениваете деятельность Божьей поля, действительно ли Дмитрий Царевов, и ученик принял отца Адамена Сосоева и принадлежа между дорогами? Ну, я не думал, что отец Адамена убирал вайки с кого-то, бегал там только. Я очень хорошо слава отца Адамена Сосоева, моли Бога нас. Имел счастье дружить с этим человеком в течение нескольких лет, когда он очень ярко нам был. Отец Адамена Сосоева, это был очень добрый человек, очень доброжелюбный человек. Я видел, как он проводил два диспута с мусульманами, как он общался с ними в перерывах между одной частью диспута и другой, как бережно он выстраивал какие-то слова в присутствии, чтобы не обидеть этих людей. Отец Адамена Сосоева не был сторонником какой-то агрессивной миссии. Это люди, которые завидуют такой славной смертью отца Адамена. Он был многим трудом, он мог такое позволить себе сказать. А многие люди, которые сейчас говорят, что они ученики отца Адамена, я их не видел рядом с отцом Адамена. Некоторые из них появились вообще на похоранах отца Адамена, что называется, когда прахнулся Адамена. И отец Адамена всегда выступал против каких-то жестоких методов по отношению с Адамена Адамена. Он не был сторонником тоталитарной теории. Он говорил, что меру зловредности определять надо не по тому, как себя даже ведут сектанты, а вот степень их заблуждений, насколько это опасно для них самих. Куда это заблуждение может привести? Послушайте его лекции, проповеди. Это живой открытый человек был для дискуссий. И диспут со старобрядцем, он тоже присутствовал. Никакой греческой он не был никакой. На всех диспутах он предельно спокойный, даже смущается. Все-таки молодой человек смущение надо было. Проявлял когда люди в возрасте те же самые с ума или старобрядцем задавали на какие-то вопросы. А вот то, во что это превращается... Я общаюсь с некоторыми из этих людей и пытаюсь как-то напомнить им позицию отца Даниила, который от его лица какие-то действия делают. И, вы знаете, они стали прислушиваться, насколько я замечаю. И я надеюсь, что наследие отца Даниила, которое сейчас оно доступно и в аудиоформате, и в видеоформате, в виде книг, поможет многим людям понять, что это за человек. Такая же проблема была у святого права отца нашего Иоанна Кронштадтского. Была целая секта Иоаннитов. Батюшка Иоанн не знал, что с ними делать. Они считали, что Иоанн Кронштадтский чуть ли не Господь своего. И у каждого мечта была броситься под его карету, когда он возвращается туда под экипаж, чтобы погибнуть. Всегда рядом с людьми славными, достойными появляются люди, которые через суеверие свои извращаются в смысл жизни таких людей. Но они не могут обращать значение таких святых людей. Отец для него любил Слово Божие. Он жил Словом Божьим. И когда ему угрожали уже который раз, что он ему голову отрежет, что он позвонил мне, рассказал об этом. Я говорю, слушай, можете остановиться. Он говорит, я остановился, но я же должен быть много этого. Ну, кто ему христиан скажет? Когда его расстреляли в храме, потом вывесили на одном исламском сайте приговор, за что его расстреляли. И все могли считать. Главное обвинение было не в том, что он там извлекательный сезон. Там два обвинения было. Он крестил мусульман, и он участвовал в действительности с мусульманом. Вот два обвинения. Это было решение шляхского суда, как они приняли, и потом он погиб. Когда ему говорил, слушай, а если тебя убьют, что тогда будет? Отец Даниил говорил, стеняй, не фантазируй. Кто первыми мученими стали? Вифлеемские младенцы. Почему? Потому что, чтобы стать мученими, надо быть чистым, как младенец Вифлеемский. Я не достоин мученичества. Вот так он и говорил. И вот проявляя смирение даже в отношении к возможному мученичеству, он сподобился к мученичеству. Это был муж, крепкий в слове Божьем, отец детей, муж своей жены. Но это в душе было, как младенец Вифлеемский. Поэтому он взошел на свою колгофу. Ведь он погиб как? Он остался в храме исповедовать одного из верующих. Уже было около 11 часов вечера. Он надел эпитрахир, одел коручи, и повел в алтарь его исповедовать. Это Сергей Стамировский. И когда он его исповедовал, ворвался убийца, и стал кричать, где сословил, где сословил, и выставил регента. Владимира пробил его легкое. Регент уже упал в крови. Уже стрельба была. Крики были. А из алтаря там была винтовая лестница. Отец Даниил мог убежать по этой лестнице и побежать в милицию вызывать. Но он слышал, как женщины стали кричать за ящичку. И он выходит из алтаря. Я читаю там лекции, это четверг в этом храме. Отца Даниила убили. Как раз он проводил занятия окончания второго послания Коринфина. И вот с Божьей помощью я сейчас уже оканчиваю послание к евреям. То есть когда я закончу, я перед ним вот эту миссию выполню. И вот он шел семь метров навстречу с убийцей. Семь метров шел. И тот не решался. Когда они уже сравнялись, он говорит, я сослужил. Помните, когда к Господу пришли братья и учеников схватили? А Господь говорит, вы за мной пришли? Меня приведите. Тогда они отпустили. И когда он подошел близко, кто-то выстал от него. Отец упал, и второй пулей он тоже добил. И убежал. И кровь наполнил храм. И верующие женщины, вдруг у них пропала истеричность, пропал страх. Все ощутили. Вот одна женщина, я говорю, пожилая, крещённая татарка, как вот, когда перед пасхальным пением закрывает царская врата, капитас, свет гасит, и начинает тихонько петь «В воскресенье Твое Христе спаси, ангелы поднимся». И вот такое затишье мы ощутили. И женщины поднялись наверх, там, комната для отдыха священника, взяли чистые простыни и стали класть эту кровь, чтобы она сохранилась, как будто исповедник и мученик за нашу веру. Давайте смотреть на таких людей, как отец Даниил, именно с помощью того, что от них осталось, а не исходя из того, что сделалось от их имени. От имени Христова тоже что-то претворилось в истории. Спасибо вам, отец. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok